Всем привет! Я рада приветствовать вас на канале о ведении домашнего хозяйства. Сегодня я расскажу вам о том, как я храню свою верхнюю одежду. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. И как вы уже поняли, мы находимся в моей прихожей. И сейчас я буду открывать шкафчики и показывать вам самое сокровенное. И начнем мы, пожалуй, с вот этого шкафа, который у меня за спиной. Здесь я храню свою верхнюю одежду. Также здесь хранится верхняя одежда моей дочки. Шапки, шарфы, перчатки, в общем, все такое. Поэтому давайте заглянем внутрь. Итак, сейчас я буду немного не в фокусе, но я думаю, это не беда, потому что рассматривать мы с вами будем будем одежду. Итак, открываем шкафчик. И что мы видим? Мы видим, что вначале у меня висят те вещи, которыми я пользуюсь постоянно именно сейчас. То есть сейчас у нас межсезонье, такая уже прохладненькая осень. Кстати, да, хочу отметить, что еще прям совсем зимнюю одежду я не доставала. Но у меня уже имеется такой пуховик, в котором я, в принципе, хожу и осенью, и зимой. То есть он довольно теплый, но он не сильно жаркий. Поэтому, в общем-то, он у меня перекочевал уже в этот шкаф. То есть этот пуховик я ношу практически постоянно, когда гуляю с дочкой. То есть это такое не на выход, так скажем, да, а вот на повседневку. Вот этот пуховик я всегда таскаю. Поэтому он у меня висит здесь вот прямо сразу, чтобы его надеть и пойти. Далее у меня висят вещички-дочки. Вещички-дочки у меня висят вот на обычных таких вешалках. То есть сейчас у меня дочка у бабушки, поэтому здесь вот не хватает комбинезона. Здесь еще висит комбинезон. И еще у меня одна вешалочка есть, где висит курточка. Ну, тоже такая осенняя, теплая осенняя, в общем, так скажем. Дальше у меня висят вещи более прохладные. То есть это на такую, ну, более теплую осень. То есть я их практически недавно закончила носить, поэтому они у меня еще здесь. То есть вот такая курточка, допустим, пальто, еще одна куртка, кожанка, кожаный пиджак. И дальше у меня идут вещи, которые практически не выходят, так скажем, из этого шкафа. Это такие, так скажем, олимпички, накидочки, в общем, ну, что-то вот такого плана. Давайте я вам покажу. Вот такие вот кофточки, в общем, с всякими капюшонами. То есть, ну, вот по типу олимпиик, так скажем, да. То есть они у меня постоянно находятся в этом шкафу, потому что летом в них тепло, когда вечер, да. То есть вечером их можно накинуть. Зимой их можно надеть под куртку. То есть, в принципе, это вещи, которыми я пользуюсь практически круглый год. И в конце вот там вот у меня в самом, так скажем, темном уголке висит такая вот куртка. В ней я ездю на природу. То есть это такая, знаете, даже не повседневная, то есть это скорее именно такая вот природно-деревенская куртка. Ну, в общем-то, такие вещи, мне кажется, тоже должны быть, потому что не всегда, не всегда, не всегда, в общем, получается на природу выбираться в таких нормальных вещах. И не всегда это нужно и уместно. Итак, идем дальше. Надеюсь, меня все еще видно. Дальше мы переходим на верхнюю полочку в этом шкафу. И здесь у меня хранятся шарфы, шапки мои и дочки. Ну, тоже шапочки, шарфики и перчатки. Давайте начнем, наверное, сверху. Здесь у меня вот там вдалеке, видите, корзинка. Там у меня хранятся всякие причиндалы для шитья. Ну, не прям для шитья, а скорее там пуговки, всякие нитки для того, чтобы что-нибудь быстро зашить. В общем, здесь мне нравится это хранить, потому что, в принципе, этот ящик я достаю крайне редко, потому что, ну, не знаю, редко у меня что-то рвется и нужно что-то заштопать. А, в общем-то, всякими там рукоделиями я не занимаюсь, поэтому вот этот ящик я достаю очень-очень редко. И здесь он как нельзя лучше хранится, и здесь как нельзя лучше его достать в случае необходимости. Ну, в общем, мне удобно, что он здесь. Здесь у меня также лежат шапки, которые нуждаются в сохранении формы. То есть, в общем-то, их нельзя смять как-то и положить. То есть, они должны именно, сохраняя форму, вот так вот и храниться. То есть, здесь у меня вот три шапки моих. Далее, как вы видите, да, я сюда же запихнула кальян, потому что вы мне очень много народу написали, что здесь вот на полочке он смотрится очень некрасиво. И я, в принципе, с вами согласна, поэтому я нашла для него вот такое место. Выбросить я его не могу и не хочу, потому что эта штука, ну, нужная и полезная. Точно так же сюда я поставила вот две вазочки. Вазочки тоже мне нужны не очень часто, но всё-таки они нужны. Давайте, наверное, перейдём к вот этой корзиночке. Здесь у меня лежат всякого рода шарфики, осенние, зимние, весенние, всякие-всякие-всякие. Просто складываю обычно, вот, ну, ничего такого особенного в складывании нет. Просто вот так вот друг на дружку кладу. Очень удобно, кстати. Так, далее. Давайте, наверное, вот ту корзиночку рассмотрим, да, давайте, вынимем. Вот в этой корзинке у меня хранятся шапки. Шапки тоже вот так вот просто сложны друг на друга. Это такие вязаные шапки, которые не нужно там как-то распрямлять, и, в общем-то, которые натянул на бошку и пошёл. И последняя корзиночка, давайте я вам её покажу поближе. Это вот такая корзиночка. Здесь у меня дочкины шапки. Но здесь вот у меня ещё есть такая подкладка от комбинезона. Сейчас просто ещё слишком жарко для этого. А так здесь тоже друг на дружке лежат вот шапки, допустим, варежки, перчатки её, в общем, шарфики, да, всё, что необходимо, лежит именно вот в этой корзинке. Почему именно такое корзиночное хранение? Потому что мне, например, очень удобно, когда я быстро одеваю дочку, потому что, ну, знаете, да, сами ребёнок маленький, и у нас, например, в квартире очень и очень жарко. И когда я её одеваю, у меня нет просто времени искать варежки отдельно, где-то там отдельно искать шапки, шарфики. То есть нужно её очень быстро, оперативно одеть и одеться самой. Поэтому вот именно такое разделение на шарфы, допустим, шапки и дочки, вещь, оно крайне-крайне удобно. То есть я знаю, где что лежит, и я быстро-быстро, оперативно могу ребёнка одеть и сама одеться. Так, ну и, в принципе, с этим, наверное, шкафом мы покончили. То есть внизу у меня здесь ничего не лежит. И переходим с вами ещё к одному шкафчику. Это тоже мой личный шкаф. И здесь у меня хранятся вещи, которые длинные, то есть по размеру, да, к примеру, там пальто, плащи всякие. Здесь же у меня хранятся шубы. И сейчас покажу, как всё это выглядит. Сейчас мы видим, что здесь совершенно другая организация. То есть здесь у меня именно вот эта вот перекладина, на которой висят вещи, висит не вот так, когда вещи, да, видно каждую, а висит именно перпендикулярно шкафу. То есть я вижу сразу полностью одну вещь, и дальше я уже могу копаться и выбирать то, что мне нужно. Здесь висят длинные вещи. То есть здесь вот у меня висит плащ, к примеру. Здесь висит моё пальто. И далее здесь у меня вот в таких вот мешках. Давайте покажу. Ну вот, ну, то есть обычные мешки для хранения. Здесь у нас молния. Здесь висят, в общем-то, мои шубы. Значит, сначала висит вот такая вот коротенькая, потом подлиннее которая, и в самом-самом конце висит длинная. Для длинных вещей, в частности, вот, к примеру, для длинной шубы, я использую длинный чехол. То есть эта шуба вмещается туда целиком, она там не заворачивается, никак не подворачивается, не мнётся, и от этого очень-очень удобно её хранить. Плюс в этих пакетах какой, что он полностью закрывается, то есть внизу, где дно, нет у нас дырки, да, то есть это полностью-полностью пакет, который упаковывает вещь. В принципе, вот в таких вот чехлах я храню только шубы, потому что они подвержены, ну, естественно, запылению какому-то, да, и плюс это не даёт моли расплодиться в этих вещах. И на дно этого пакета, например, ну, вот, допустим, открываем, да, и на дно туда вниз я бросаю всякие тоже таблеточки от моли. Поэтому, в общем-то, когда мне нужна эта вещь уже в тот сезон, когда я её ношу, я просто достаю и больше, в принципе, никак её не обрабатываю. Вообще, я советую, если вы используете вот такие чехлы для одежды, если вы храните в них меховые какие-то вещи, то всё-таки, наверное, летом когда-то их вынимать, эти вещи оттуда как-то вот просушивать, да, проветривать и заново туда засовывать, потому что всё-таки нужно иногда, ну, смотреть, что там с вещами делается. То есть это, наверное, всё именно по вещам из шкафа. То есть здесь у меня хранятся, так скажем, наверное, сложные вещи. Вещи, которые требуют дополнительного какого-то ухода и вещи, которые я боюсь, что они помнутся, потрутся, как-то завернутся. В общем, здесь им, этим вещам, очень-очень комфортно. Вот, ну и давайте, наверное, посмотрим, что ещё у меня находится в этом шкафчике и перейдём к шкафу мужа. Здесь вот наверху у меня хранятся книги. В основном это книги по изучению английского языка. То есть это книги больше такого информационно-учебного уклона, нежели там художественного. И, в общем-то, меня устраивает вполне себе, что книги хранятся здесь, потому что они нужны мне не очень часто, но, в принципе, когда нужны, я могу спокойно себе обратиться к этой полочке и достать. Тем более, эта полочка у меня очень долго пустовала, поэтому я рада, что я заполнила её чем-то информационным и таким полезным. Ну и здесь внизу у меня хранится переноска для кота, то есть она здесь тоже нужна именно в прихожей, потому что, естественно, кота мы сажаем в переноску только в прихожей. Здесь же у меня хранятся прогулки и качели для дочки, которые мы периодически вешаем вот сюда вот на придолку, когда ей это нравится. И внизу у меня хранятся всякие чехлы для ноутбука, к примеру, чехол для камеры, чехол для фотоаппарата и вот такой вот чехол для новых санок наших. Почему здесь хранятся чехлы? Потому что обычно всю технику, которую мы выносим из дома, мы, опять же, одеваем в чехлы именно здесь, в прихожей. То есть, в принципе, по квартире мне эти чехлы абсолютно не нужны, то есть это именно те вещи, в которые мы упаковываем технику, когда выходим из дома, поэтому тоже очень-очень удобно хранить все это в прихожей. И сейчас мы с вами перейдем во шкаф мужа. Шкаф мужа выглядит точно так же, как и мой шкаф, то есть он стоит просто ближе к двери. И здесь совсем уж прям все просто и лаконично. Здесь хранится верхняя одежда моего мужа, и сверху здесь вот хранятся всякие его шапочки, которых две. Здесь вот в этом пакете хранится его, как это называется, бескозырка, в общем, армейская. И здесь же хранятся вот в таком сложном виде шарфики его. Из верхней одежды здесь имеется вот такое вот пальто зимнее, и вот такая вот куртка кожаная на меху. То есть, в принципе, все, что нужно моему мужу, больше ему ничего здесь не нужно. И вот такая вот подкладка от пальто, она ее поддевает, когда, ну, то есть пристегивает, когда уже холодно. Ну и здесь вот висит его джинсовка. Тоже, в принципе, она висит там, в самом-самом конце, для того, чтобы не мешаться. То есть, когда погода меняется, мы ее достаем сюда наружу. И в конце висит вот форма. Форма-форма. Я думаю, вы ее видели уже в одном из видео. Итак, в принципе, это все. Внизу хранится обувь, но ее очень мало. Сейчас давайте, ладно, покажу вам. И здесь вот видите, тоже две полочки у меня находятся. На нижней полочке хранится его обувь. И на это иногда тоже он что-нибудь сюда может сложить. Ну, что мужчины могут складывать? Всякое барахло. В общем, периодически разбираются эти полочки. В общем-то, сюда тоже иногда попадают ботинки, если они сюда не вмещаются. Ну, вот, в принципе, это такие две полочки больше для обуви. Ну, вот, пожалуй, и все. Я надеюсь, что вы открыли для себя какие-нибудь новые секретики хранения. Я очень надеюсь, что видео было для вас интересным, полезным. И поделитесь, пожалуйста, со мной в комментариях, каким образом вы храните свою верхнюю одежду. Может быть, у вас есть какие-то секреты, которые не знаю я. И, может быть, они подойдут и мне в хранении. Я буду вам очень-очень признательна. Все, наверное, благодаря всех за внимание. Желаю, чтобы домашняя работа приносила вам только положительные эмоции. Увидимся в моих следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok